22 мигранта, среди которых есть и маленькие дети, пересекают Ла-Манш, пролив, разделяющий французское и британское побережье. Плавание на таких лодках опасно, но число переправ за последние менее чем полгода уже приближается к показателю за весь прошлый год. Лидер британской партии Brexit Найджел Фараж первым обнаружил эту лодку во время съемок с оператором. По его словам, он собирался получить доказательства того, что французские суда сопровождают лодки, направляющиеся в Великобританию. Мне удалось снять все очень ясно, неоспоримо, что это происходит. Я сделал это один раз, я сделал это во второй, и вот что выходит. Я, конечно же, обратился в наше Министерство внутренних дел, которое дает французам все эти деньги, и спросил, что же тогда, черт возьми, происходит. Мы видим, что начинается операция, которая похожа на ту, что проводилась в Средиземном море несколько лет тому назад. Я на самом деле думаю, что если летом погода будет хорошей и относительно спокойной, то мы увидим, как сюда направятся многие тысячи. В Париже говорят, что согласно международному праву, сохранение жизни имеет первостепенное значение. И были случаи, когда мигранты отказывались пересаживаться на французские суда. В таких случаях те оставались с ними, чтобы обеспечить их безопасность. Более тысячи мигрантов прибыли на маленьких лодках и высадились до летой береговой линии с момента введения карантина 23 марта. И среди них много детей без сопровождающих. Работники службы помощи говорят, что этот рост, который мы наблюдаем, неудивителен, поскольку вирус ухудшает плохую ситуацию в лагерях, и люди отчаянно пытаются найти безопасное место. Благотворительные организации, помогающие беженцам и мигрантам, говорят, что французские власти потратили много денег на укрепление Кале, своего ближайшего к Великобритании порта, что и стало причиной увеличения числа морских переправ. Раньше эти молодые люди пребывали в кузовах грузовиков, но теперь они переправляются в шлюпках через канал. Это действительно опасное путешествие. Так что мы хотели бы, чтобы им сделали документы на французской стороне канала, а затем обеспечили безопасную транспортировку на эту сторону, где они могут подать заявление о предоставлении убежища. Британское правительство со своей стороны заявило, что неустанно работает вместе с французскими коллегами, чтобы остановить поток рискующих своей жизни мигрантов и пресечь деятельность преступных группировок.